Эта невероятная история произошла в США. Когда Джулия встретила немецкую овчарку по кличке Бронкс в местном приюте для животных, она решила усыновить его и взять в свою новую квартиру. Но на следующее утро ее ждал сюрприз. Бронкс лежал рядом с ней в постели и крепко спал. Сначала Джулия проигнорировала инцидент и повела Бронкса обратно к его спальному месту на плюшевом ковре. Но, к ее изумлению, то же самое повторилось в следующие несколько дней. Как бы она ни старалась дать понять Бронксу, что его место на ковре, он всегда возвращался в постель. Однако Джулия не могла заставить себя отругать Бронкса или наказать его за эту, казалось бы, невинную привычку. Вместо этого она постепенно приняла это как очаровательную причуду своего любимого питомца. Но несколько недель спустя произошло нечто странное, навсегда изменившее жизнь Джулии. Джулия внезапно почувствовала себя крайне измотанной и вялой, чего она никогда раньше не испытывала. Обычно она была активной и здоровой женщиной, поэтому такая перемена настроения была нехарактерна. Даже вставать стало трудной задачей, хотя она всегда была жаворонком. Что-то изменилось. Юлия сначала проигнорировала это, подумав, что, вероятно, это связано с ее однообразной работой. Однако, поскольку ее самочувствие продолжало ухудшаться и она становилась слабее, она решила, что пора обратиться к врачу. Он подверг ее серии тестов, но не нашел ничего необычного. Сбитая с толку и разочарованная, она рассказала о Бронксе, надеясь, что это может дать ей ключ к разгадке. Она не знала, какой именно, но попробовать стоило. Тогда врач пришел к судьбоносному решению, которое впоследствии оказалось серьезной ошибкой. У Джулии, скорее всего, была аллергия на собачью шерсть. По этой причине она прописала несколько лекарств для подавления аллергических реакций. Врач также посоветовал ей свести к минимуму контакты с Бронксом, пока симптомы не исчезнут. Это было странно, и Джулия не совсем понимала, как у нее может быть аллергия на собачью шерсть сейчас, когда она прекрасно переносила пребывание рядом с собаками большую часть своей жизни. Врач терпеливо объяснил ей, что такая аллергия может возникнуть в любой момент жизни. Поскольку она поверила врачу, то решила последовать ее совету. Врач также пояснил, что Юлии придется отказаться от собаки, если ее состояние не улучшится. Мысль об этом ужасала Джулию. Потому что собака значила для нее все. После интервью женщина вернулась домой и приняла препарат. Она даже пыталась убедить Бронкса перестать спать в ее постели, но это было легче сказать, чем сделать. Ему очень хотелось лечь с ней, но Юле пришлось твердо стоять на своем. На несколько дней она почувствовала некоторое облегчение. И Бронкс наконец-то начал послушно спать в коридоре возле спальни. Юлия признала себе, что врач, возможно, был прав и что аллергия у нее действительно была. И теперь она знала, как с этим справиться. Но облегчение было недолгим. Бронкс иногда пробирался ночью в постель, и симптомы Джулии возвращались с удвоенной силой. Более того, ее слабость снова усилилась. Она чуть не потеряла работу из-за своего усталого поведения. Юля была в растерянности и не знала, куда обратиться за помощью. Но на этот раз даже Бронкс проявил признаки дискомфорта. Он ходил странной походкой и всегда сгибался на задних лапах, когда ложился рядом с Юлей. Что-то было не так. И ей пришлось выяснить, что это такое. Но она была слишком измотана, чтобы пойти к ветеринару, и ей пришлось взять отпуск на целую неделю. Она думала, что перерыв ей поможет. Но сама того не зная, она рисковала своей жизнью. К счастью, у нее появилась надежда в виде друга-ветеринара, который ее навестил. Она была глубоко обеспокоена критическим состоянием Джулии. А когда она узнала, что все началось после того, как она усыновила Бронкса, она попросила Джулию отвезти собаку в клинику, чтобы подтвердить или развеять ее подозрения. Не имея выбора, Джулия неохотно согласилась и надеялась на ответ. Доктор провела все возможные тесты в Бронксе и не оставила камня на камне в поисках ответов. Когда через несколько дней позвонил ветеринар и сообщил результаты анализов, она обнаружила, что Джулия заразилась в Бронксе опасной болезнью под названием бруцеллез. Без специальных обследований выявить это заболевание было бы невозможно. Эта болезнь, которая возникает тайно и которой он, вероятно, заразился в приюте для животных. Благодаря тесному контакту со своим любимым питомцем, особенно по ночам, когда они делили постель, она неосознанно подвергла себя воздействию этой ужасной болезни. Ветеринар срочно прописал Джулии и Бронксу сильный антибиотик, отметив, что, если она будет ждать дольше, последствия могут быть ужасными. Было возможно все, от проблем с суставами и бесплодия до серьезных проблем с сердцем. Джулия была в ужасе, но в то же время благодарна, что они докопались до сути проблемы. Она тщательно следовала инструкциям ветеринара и немедленно начала принимать лекарства. Она также позаботилась о том, чтобы Бронкс получил лекарство. Со временем сильные антибиотики принесли значительное улучшение, и она почувствовала себя менее уставшей и изнуренной. Спустя несколько недель дальнейшие анализы подтвердили, что болезнь полностью исчезла. В тот день, когда она узнала об этом, Джулия вздохнула с облегчением и обняла Бронкса, который по неосторожности едва не лишил ее жизни. Она не разозлилась, просто почувствовала облегчение. И с того дня она снова позволила своей собаке спать рядом с ней на большой мягкой кровати.